Господь, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты собираешь здесь ключевых людей пробуждения. Мы верим, что каждый из нас, Господь, ключевой человек, которого Ты зажигаешь Твоим огнем. Нам не нужен чуждый огонь, нам не нужны чужие какие-то откровения, Господь. Нам нужен Твой огонь, чтобы Ты сегодня зажег нас так, как никогда еще, Господь. Мы хотим гореть так, как никогда, и мы хотим еще больше, Господь. Нам этого недостаточно, мы не хотим чуть-чуть почувствовать, мы хотим еще больше. Мы хотим еще сильнее, мы хотим, Господь, еще мощнее во имя Иисуса Христа. Господь, помоги нам оставить все лишнее, помоги нам оставить все постороннее, все разговоры, все какие-то дела. Господь, посвятить это время Тебе и дальше вынести отсюда этот огонь пробуждения, который мы дальше будем разжигать. Этот костер мы будем дальше разжигать, и мы не остановимся, Господь. Дай нам это посвящение во имя Иисуса Христа, дай нам посвящение идти за Тобой постоянно. Не останавливаться никогда во имя Иисуса, Господи. Мы хотим, чтобы сегодня, в это время, произошло что-то новое, чтобы этот мир, он обратил внимание на церковь, потому что она в огне. Потому что церковь будет огненная, посвященная, сильная. Она будет способна творить чудеса и знамения. Она способна будет производить что-то новое во имя Иисуса Христа. Господь, мы не можем ничего сами по себе, но Твой огонь, Господь, Твой огонь, Он способен, Господь, творить новое. Новую церковь Твою, новую невесту Твою, обновленную, очищенную. Мы благодарим Тебя, Господь, за это время. И помоги нам, Господь, сфокусироваться на Тебе, на Твоей цели во имя Иисуса. Господь, пусть Твой огонь сегодня сойдет еще сильнее. Пусть еще сильнее сходит Твой огонь, Господь. Дай нам эту неутомимую жажду во имя Иисуса. Пусть Твоя жажда захватит нас сегодня. Пусть Твоя жажда, Господь, захватит нас сегодня во имя Иисуса Христа еще сильнее. Господь, мы ожидаем Твоего огня Сегодня и все эти дни И всю нашу жизнь мы будем ожидать Твоего огня И мы увидим Его во имя Иисуса Мы увидим в своей жизни Твой огонь, Господь Мы увидим Твое пробуждение во имя Иисуса Христа Господь, мы просим Тебя, Господь Зажигай больше и больше людей, Господь Приноси Своё пробуждение в каждый дом Мы просим за самых меньших, Господь Изливай, Господь, так как Ты открыл, Господь Показывай, Господь, наполняй их Появили вторая глава Чтоб каждый ребёнок начал пророчествовать Чтоб каждый ребёнок начал видеть сны, Господь что больше и больше, Господь, молились о пробуждении, Господь, что больше и больше тех взятых на смерть сегодня спасались, те, которые не могут за себя постоять, Господь. Мы просим, поднимай ходатай по всему миру, Господь, зажигай святой удовлетворенности, Господь, больше церквей, Господь. Пусть сегодня пасторы, как написано у Илья, приходят к Твоим ногам, Господь, и в пепле молятся, и взывают к Тебе спасение народа, Господь, о том, что больше и больше людей приходили к Тебе, о том, чтобы люди возриновали, Господь, чтобы они проснулись, Господи, чтобы они увидели состояние церкви, состояние то, к чему мы привели Господь. Потому что церковь сегодня холодная, даже не тёплая, Господь, но мы желаем, чтобы она возгорелась, Господь, чтобы она опять стала тем камнем, который никто не сможет победить, Господь. Мы желаем, чтобы каждый, который знает имя Иисуса Христа, сегодня так захотел вернуться к своей первой любви, Господь. Мы просим, Господь, изливай на жажду, изливай в каждый дом, в каждый город, на каждую улицу, Господь. Мы просим также, пусть распространяются твои пазлы, твои пункты, которые ты дал, Господь, чтобы каждый уразумел, как сделать пробуждение, чтобы мы, Господь, не смотрели на Господь только на себя, чтобы мы также умели брать пазлы от других людей, принимать их, Господь. Мы просим, очищай наши мехи, всё это религия, всё то, что нам мешает, Господь, все рамки, которые мы тебе поставили, чтобы мы могли принять это новое вино, Господь. Помоги нам стать, Господь. Обнули нас полностью, Господь, чтобы мы стали как дети, чтобы мы смогли принять то, всё, что ты приготовил на это пробуждение. Подготавливай, Господь, каждого, кто предназначен на это пробуждение, Господи, так, чтобы каждый человек смог принять то, что ты изливаешь, Господь. Мы просим также, пусть то бремя, которое ты даешь, тот огонь в костях возрастает каждый раз все больше и больше. Помоги его донести, Господь, и не потерять, не обернуться, не расфокусироваться, Господь, на что-то другое. Помоги, Господь, настолько иметь уши открытые и глаза, чтобы мы знали, когда ты проговариваешь. Мы вступали в молитву тогда, Господь, когда ты хочешь, чтобы мы не закрывали от тебя глаза, чтобы мы всегда были на поготове, Господь, чтобы мы не оборачивались, как жена лота, Господь, чтобы молитва у нас была неотступна. День и ночь, Господь, помоги, Господь, нам не сдаться, не сойти с пути, сделать 100% в твоих глазах, Господь, мы просим больше огня, мы просим такого огня, чтобы этот огонь зажигал других людей, чтобы они также, смотря на все это, Господь, больше и больше заражались цветной удовлетворенностью, Господь, и приходили к тебе, чтобы они вымаливали, Господь, своих соседей, свои дома, Господь, и больше и больше людей, чтобы больше людей смогли прийти к тебе, Господь, чтобы больше людей пробудилось, чтобы больше людей могло спастись, Господь. Мы просим также, Господь, о тех, кто предназначен на это пробуждение, о каждом пасторе, о каждом служителе, Господь, открывай, так как ты открываешь, Господь, мне, так как ты открываешь другим людям откровение твое, Господь, для чего нужно молиться для пробуждения, для чего надо постоянно молиться, почему надо принимать пазлы другие, Господь, открывай пункт за пунктом, чтобы каждый уразумел, насколько это важно, чтобы каждый уразумел, что если мы будем молиться за пробуждение, то дети, которые сегодня ведутся на смерть, смогут быть спасены, Господь, мы просим, Господи, побуждай нас больше молиться, пусть будет огонь в этих молитвах, Господь, пусть сходит на нас дух молитвы, Господь, это так, когда ты хочешь, Господь, чтобы мы это делали в постоянстве, Господь, и заражай больше и больше людей, больше и больше, Господь, изливай, Господь, больше, ты изливаешь на жаждущих, и пусть придет этот последний дождь, Господь, мы ожидаем его, так как ты когда-то говоришь, что ты уже хочешь, чтобы этот огонь сошел на землю, и мы жаждем, Господь, чтобы огонь сошел на землю, и чтобы каждый увидел, чтобы каждый вас жаждал, Господь, чтобы каждый вернулся к тебе, Господь, мы просим, Господи, мы просим, разрушь все то, что сегодня задумал враг, только ты знаешь, напережение, что он задумал, Господь, да будет разрушено, Господь, и все то, что ты допускаешь, да принесет славу тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы просим также защиту всех пробужденцев, которые молятся за пробуждение. И пусть этот огонь, Господь, будет настолько мощный, чтобы никто не смог его угасить. Так, Господь, как ты показывал, что никогда и ничто не смогло угасить тот огонь, который видел мастей, как куск, который горел и не сгорал. Дай нам также гореть таким огнем, чтобы никто не смог его остановить, чтобы это уже было в наших кростях настолько, чтобы мы не могли спать есть господь только взывать к тебе о спасении тех душ которых ты говоришь господь во имя иисуса христа зажигай больше больше господь больше и больше господь божий дождь сойти на народ божий во имя иисуса во имя иисуса христа прямо сейчас божий дождь сойди во имя иисуса христа и там где были страхи там где были сомнения приходит мир приходит благодать святого духа прямо сейчас божий дождь божий дождь мы призываем на россию божий дождь во имя иисуса огонь огонь зажигай сейчас молитва должна быть молитва начинаем молиться аллилуйя во имя иисуса божий дождь сайте на россию сайте на россию во имя иисуса сайте на россию во имя иисуса дьявол вон вон из россии вон вон от служителей вон вон во имя иисуса христа просто господь хочет сиять на церковью когда он хочет чтобы его слава она являлась на церковь чтобы к этому сиянию и к этому свету приходили многие народы, что это влияние церкви не потому, что она программы, потому что она такая сильная, крутая еще почему-то, потому что у нее много бизнесменов или еще, но потому что свет славы Божьей просто сияет на церкви. Когда слава, она просто стоит над церковью. И влияние церкви от этой силы, от этой влияния, которое исходит от излучения, которое сам Господь излучает. Бог и мы верим в это слово. Это вернейшее пророческое слово, которое ты дал Божьего имя Иисуса. И мы соглашаемся, мы соглашаемся, что это сезон за церкви, когда ты возвращаешь наследникам наследия опустошенные. И мы пророчествуем и провозглашаем, мы высвобождаем, мы высвобождаем, мы высвобождаем этот дух, мы высвобождаем, о, что христиане, то они приходят к этому наследию, они приходят к наследию, которое уготовано тобой, Господь, они входят во всю полноту наследия, которое ты имеешь для церкви, для тела своего. Боже, ты возвращаешь, 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 возвращаешь Ты возвращаешь величие и славу, потому что Ты сам приходишь в силе и славе. И Твое сияние, оно Твое сияние, Твое сияние, Твое сияние над каждой поместной общиной. Твое сияние над каждой церковью, Твое сияние над каждым христианином. Твое сияние, Твоя слава, видимым образом проявляется. Мы утверждаем это слово, мы высвобождаем этот дух. Все ложные доктрины, они падают, все обольщение, оно рушится. Все, что препятствует войти в тело Христову, в полноту наследия Божьего, в полноту наследия Христова, оно убирается с пути. Потому что приходит сила Божья, потому что приходит слава Божья. Ничто не может устоять перед господством Твоего Царства. Ты сказал сам в слове, не бойся малое стадо, благоволил дать Вам Царство. И мы молимся Тебе, Боже, пусть тело Твое, оно использует, использует все привилегии и преимущества Царства. Все это наследие, которое даровано Иисусу, мы ревнуем, мы не хотим размениваться на меньшее, мы хотим соглашаться с Твоим словом, своим видением. И мы просим Тебя, Боже, Боже, открывай служителям понимание сезона Твоего, Боже, Боже, открывай пастырям пятикратному служению, Боже, понимание, о понимание, понимание того, какой сезон. И мы говорим во имя Иисуса. Приходит понимание пятикратному служению, приходит понимание сезона, и приходит понимание путей Божьих, приходит понимание для того, что Ты делаешь. Во имя Иисус. Во имя Иисус. Во имя Иисус. Во имя Иисус. Примеры ежедневной молитвы Креста Пробуждения. Отец мой Небесный, прими мое посвящение навсегда и дай возрастать в нем всю жизнь. Помоги быть тем зерном, который, упав в землю, принесет много плода, умрет и с воскреснется Христом. Каждый день обновляя посвящение, отвергаюсь себя и отдаю жизнь только Тебе, беру крест пробуждения, ведения и жизнь по воле Твоей и следую за Тобой. Отец, во имя Иисуса Христа, помоги всегда доброй совестью, молитвенно и с изобретательностью вникать, применять и распространять Твои послания пробуждения, Твое Царство и правду Его. Я беру ответственность за свои 100% для пробуждения в Твоих глазах до полной победы, беру ответственность за постоянное разжигание жажды и ревности по пробуждению, за то, чтобы ежедневно есть пробуждение, используя эти порталы для Его наступления, взращивания голода по нему и извлечения правильных уроков. Господи, разжигай Твой огонь во мне, пока я не стану раскаленным эпицентром пожаропробуждения, зажигающим всех вокруг и далее и далее. Помоги расти в освящении, тотальной посвященности, безусловности, самоотверженности, чистоте мотивов, добросовестности и плодоносности, дабы угождать Тебе во всем. И чтобы всегда и за все вся слава была только Тебе. Помоги не терять силу соли, какие бы испытания мне не встретились, как друзья Даниила, как и Аков Пинуэли, я не отпущу тебя в исполнении всего этого до самого максимального пробуждения и осуществления призвания Твоего, дабы удвоить и утроить таланты Твои. Что бы ни делали окружающие, и как бы ни было тяжело, именно я беру ответственность за свои 100% ради пробуждения с ответственностью перед Тобой и за борьбу до победы, за искренность и приоритет истины, какой бы она ни была, за рост в развлечении, вере, верности, божественной синергии, преображении мехов, богопознании в любви и близости. Что бы быть приготовленной невестой, входящей в покой Господа, в христианском здоровом образе жизни и в преображении через посты, молитвы и правильные пропитки. Помоги сохранить сердце мое правильным перед Тобой в любви, милости, мире и чистоте, сохранить от осуждений и грехов. Даруй быть всегда готовым ко всем вариантам и открытым для Твоих корректировок. Возрастать в качестве духовной войны и ходатайстве за армию Господа и миллионы ходатаев. За руку Твою над всеми служителями пробуждения и достижения ими своих 100%, за постоянную фокусировку на главной цели – поместное и глобальное пробуждение, через Твои послания и за бдительность в молитве и о всех стратегиях и контрстратегиях посланий. Пусть сотрудничество с ангелами будет развиваться всегда по Твоим контролям, за максимально быструю и качественную подготовку следующих поколений к служению пробуждения. Молюсь за тотальную защиту над всеми верными и всеми, для кого это пробуждение. Пусть максимально быстрое ведение будет распространяться и приниматься, активируя всех ключевых людей пробуждения. Пусть нарастает ходатайство за все это и за активацию всех лидеров, кто способен пройти такую переплавку на кресте пробуждения. Да возрастает в любви Божьей божественное синергичное сотрудничество в реальном единстве многообразия. И да будут разрушены все козни сил сатанинских, ложь, клевета и нападки их. И пусть все разделения и тому подобное, планируемые врагами, возвращаются в их же лагерь. Пусть пробуждение будет максимально быстрым, мощным и навсегда. И главное, помоги Господи, лично мне, реально сделать по Твоим посланиям все возможное и невозможное, для того, чтобы это осуществилось. Я каждый день умираю. Помоги проходить переплавку, испытания, огонь, воду и медные трубы. И все, что бы ты ни приготовил, пройти достойно в Твоих глазах. Иакова 1.12. Ежедневно приношу себя в жертву всесожжения на алтарь пробуждения. Да будет эта жертва благоугодная. По Римлянам 12.1.2. Даруй всегда вникать в себя и в учения, и будь исполнителем блажен в своем действовании. Не сообразуясь с веком Сим и ветхим человеком, но преобразуясь обновлением ума и преобразуясь в нового человека. Всегда сея в дух, а не в плоть, чтобы пожать по неотступности. Возрастая в полную меру возраста Христова, жить столько в воле Твоей, по водительству Духа Святого и по мудрости свыше. Вся слава только Тебе, во имя Иисуса Христа. Аминь. Баранаха.